Всем привет, с вами Стас. Это новая рубрика на канале. Коллапс с подписчиком. Такого еще не было. Надеюсь, вам будет интересно на это посмотреть. Это пилотный выпуск. Анонсировал я его в своем секретном клубе любителей групповых каналов. И поэтому отозвалось 5 человек, из которых я выбрал один проект. Все 5 человек будут отмечены в комментариях ссылками на них, потому что огромное спасибо им за то, что они отозвались. И один человек это Монарх. Монарх Продакшн. Монарх. Монарх. Как царь, только Монарх Продакшн. И с ним мы сегодня делаем коллап. Он мне прислал все. Все для коллапа. Сейчас мы к этому перейдем. Но передайте, у меня жгучее желание есть ответить на ваши комментарии. Это был трек Mask of Future. И он стал локомотивом возвращения флейты в райп. И самый главный вопрос. Отвечаю. Они вернулись. Если вы хотите поучаствовать в следующих выпусках этой рубрики, то справа наверху загорелась подсказка с видео, в котором я все рассказываю, как что делать, куда что присылать, посмотрите его. Подсказка справа наверху. А потом возвращайтесь сюда. Я думаю, что Монарх понимал, кому он-то шлет. И специально сделал все поатмосфернее. То есть помягче, подлиннее. Вот так все звучит. Это все, что он мне прислал. То есть это не сплайс, ничего. Это не готовые лупы. Потому что вот нотки использованные все здесь. То есть это все те же инструменты. Они у меня не открылись. Но у меня есть wave файлы. Я пропишу к этому бас, бас, еще один бас. И еще я пропишу к этому ударные, которые я, естественно, уже подобрал. И сделаю структуру, сведение, все фигню. То есть я не буду добавлять сюда никаких инструментов. Потому что все и так звучит очень целостно. И я даже часть из этого просто уберу. Неважно. Сейчас вы все увидите. Давайте начнем работать. Для начала посмотрим на ударные. Вот. Этот звук мне особенно нравится. Open in Audio Editor. Regions. Detect. Pitch. Regions. И посмотреть, какая у него нотка. Потому что нам нужно будет его подстроить под тональность. И просто меняем корневую нотку. Здесь правой кнопкой мышки нажимаем. Меняем корневую ноту на ту, которая была указана у нас в Эдисоне. В первую очередь займемся самими, самими, самими инструментами. Для этого идем в аудиоклипы. Вот это все так выделяем. Идем на микшер. И перед тем, как выделить, переименуем. Поскольку у нас в первом паттерне есть нотки, во-первых. А во-вторых, ни один инструмент там не работает. Значит, мы можем спокойно прописывать в нем бас. Слушать вместе со всеми лупами. И смотреть по ноткам, чтобы бас был в тон. По очереди пропишем 808 Pad Bass. Такая пробная версия баса. Воспользуемся Camel Crusher. Да, вот так. И в конце сделаем. маленькая хитрость с басом. Я хочу сделать две разные партии баса, чтобы они звучали по-разному. Для этого я воспользуюсь вторым. басом он будет играть абсолютно то же самое. Но поскольку на нем настроен envelope, нам нужно будет продлить все нотки. И просто нажимаем Ctrl L и все. И еще я хочу, чтобы они были на разных каналах, но хочу, чтобы у них была одна и та же настройка Camel Crusher и софт клипера. Поэтому мы берем вот так вот файл. Зажимаем, перетаскиваем и получается, что у нас тут есть 808, нижнее подчеркивание, 2. Может даже еще чуть-чуть подгрузить. Вот у нас есть все три баса. Это прекрасно. Давайте займемся ударными. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. В первую очередь хочу сделать дикую дичь. Это повесить gross beat на master. Вот так он будет звучать. И half-time повесим на вот этот инструмент. Но не просто half-time, а с интересным способом. Вот таким. Вы можете услышать, что там сзади прорывается оригинальный звук. Мне нравится, как звучит. И вот у нас будет получается припевная часть звучать вот так. В этом наборе звуков, в этом коллабном проекте был особенно кайфовый звук вот этот. Я люблю вот такие немножко эмбиентные. Рычащие пэды прям классно. Мне нравится. Так, давайте дальше. Здесь мы что-нибудь выпилим. Так, сейчас нам нужно сделать групповые каналы kick и snare отдельно. И отдельно всех высокочастотных звуков. Потом сделаем групповой канал всего вместе. То есть всех ударных, я имею ввиду. Вот он. То есть сюда мы вешаем half-time. Потому что half-time это кайфовый плагин. 100%. Я бы не сказал, что он 100% замена gross beat, но очень даже неплох. И нам нужно сделать его автоматизацию. Делаем create automation clip. Чтобы звучала эта ерунда только вот здесь. Я уже сказал, что это не совсем замена gross beat, поэтому мы вешаем сюда еще и gross beat. Давайте попробуем вот этот. Делаем его автоматизацию. И делаем так, чтобы он звучал только во время нашего припева. И так бы получается, что мы берем довольно развитой паттерн хэтов, но при этом делаем его еще более разным, более интересным за счет того, что используем на нем несколько вариантов звучания. Надо все это сбалансировать. Звучит грязно, капец. Сейчас пришло время это чуть-чуть подсвести и покажу это в ускоренном виде. Поскольку инструменты и звуки изначально были подобраны нормально, все сведение представляет из себя очень-очень легкую эквализацию. Потом улучшайзер, J37 центр стерео на канале с инструментами, озон, эксайтер и L2 на канале с ударными, эквалайзер и J37 на канале с хэтами и регулировка громкости. И в общем-то все. Ну и конечно же, конечно же, на мастере у меня висит сначала софт клипер, а потом озон. Но все это я показывал в видосе про сведение сложного трэп бита, и поэтому здесь останавливаться на этом не имеет совершенно никакого смысла. Короче, вот такой вот получился биток. Ссылка на Монарха, на его ресурсы в описании. Также этот биток вы сможете найти в моем паблике с битами, ссылка на который в описании. Короче, в описании куча ссылок. Также, смотрите, я планирую запустить онлайн-группу с обучением битмайки. Если вы заинтересованы, напишите мне, расскажу все подробности. Самое главное, если вам нравится эта рубрика, если она вам понравилась, то я буду рад любым предложениям, которые вы можете внести в комментариях. То есть я все прочитаю, все дельные предложения. Постараюсь, по крайней мере, учесть максимально много дельных предложений, которые понравятся мне. Чтобы рубрика была интереснее вам. Все для вас. Все для того, чтобы вам было интереснее смотреть этот канал. То есть, опять же, как я уже сказал, это не было видеоуроком, это просто видео, которое можно посмотреть ради удовольствия. Не знаю, возможно. Возможно, кому-то это было просто интересно посмотреть. Если вы такой, ставьте лайк и напишите комментарий о том, что вы такой. Мне будет очень-очень приятно. И большое спасибо, что досмотрели до конца. Возможно, продолжение будет. Обязательно посмотрите другие видео на моем канале. Например, вот это. Оно не менее, а то и более интересно. И вообще, другие видео тоже есть. Подпишитесь на него, на мой канал, если вы этого еще не сделали. Напишите мне, если вы заинтересованы в онлайн-обучении. Ладно, все, с вами был Стас. Пока.